Это программа День с толком. Студия Анастасия Драган. Смотрите в этом выпуске. Олейские страсти. Местный элеватор оказался в центре скандала. Почему эта история может вылиться в коррупционный скандал? С барнаульскими пробками будет бороться искусственный интеллект. В городе тестируют современную транспортную систему по мониторингу и управлению транспортом. В 80 лет она молилась, чтобы он вернулся домой. Пропавший без вести в годы Великой Отечественной вернулся домой. Спустя 4 поколения придали земле останки героя. Дорожный участок с модернизированными светофорами последнего поколения появился в Барнауле. Это первая точка на дорогах Краес, с которой началось внедрение интеллектуальной транспортной системы. В ее основе мониторинг и управление дорожной обстановкой искусственным интеллектом. Разработчики уверяют, что она позволит оперативно устранять сложные проблемы на магистралях, следовательно сократить число пробок и ДТП. Подробнее в сюжете. Интеллектуальная транспортная система. Она включает в себя все, что связано с движением в городе. Внедрять проект в Москве и Санкт-Петербурге начали в 2011 году. Сегодня он расширяется на регионы. Работу ИТС на первом дорожном участке пока еще в качестве эксперимента продемонстрировали накануне на пересечении улиц Попова энтузиастов в Барнауле. На данном перекрестке установлен дорожный контроллер и детекторы транспорта. Дорожный контроллер занимается управлением непосредственно светофорными колонками, распределением фаз. Сейчас детекторы транспорта собирают статистику, собирают данные о транспортных потоках. Это скорость движения транспортных средств, занятость по полосам. Пока модернизировали 7 светофорных объектов. Всего по плану первого этапа будет модернизировано 12 объектов по улице Попова от 57 до 188 дома, а также метеостанция на улице Луговой. Работы планируют закончить в начале этого декабря. Эта система позволит в адаптивном либо в ручном управлении с помощью диспетчера осуществлять дорожное движение. Если сказать простым языком, то система будет предлагать на основании данных о транспортном потоке, предлагать варианты, либо сама перенастраивать варианты для улучшения дорожного движения в общем, в уличной дорожной сети города, либо предлагать их диспетчеру. На основании данных диспетчер будет соответственно выбирать наилучший вариант движения. Управлять светофорным объектом также удаленно, без выезда на объект, можно перепустить трафик, либо включить режим желтого мигания, кругом красный. Сейчас мы находимся в стадии именно запуска и включения интеграции. Эффект будет виден через 1-2 месяца. Средняя скорость потока должна вырасти, должны уменьшиться пробки. На развитие ИТС в крае с 2020 по 2022 годы направили около 300 миллионов рублей. Программа рассчитана до 2025 года. На следующих этапах запланировано модернизировать светофоры на основных магистралях города, построить центры по обработке данных и управлению дорожным движением. Иными словами, должна быть создана единая платформа управления транспортной системой. И все региональные ИТС хотят объединить в федеральную сеть. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Сегодня у путепровода на новом рынке приступают к масштабным работам по укреплению почвы под буронабивными сваями. Начинают строители с установки опытных опор. С их помощью специалисты определяют параметры уже для основных свай. Всего по проекту предусмотрено 308 грунтоцементных свай по технологии джет-граутинг. Это, соответственно, приведет к укреплению грунта под буронабивными сваями. Технология заключается в том, что цементирует сам грунт. Простыми словами, эту длинную трубу вгоняет в землю на определенную глубину. И методом высоконапорной струи по ней заливают цементный раствор. От ударной силы он разрушает слои почвы и в то же время происходит перемешивание грунта и строительного материала. Когда все это застывает, получается грунтоцемент, обладающий высокой прочностью. По словам специалистов, после укрепления почвы проведут статические испытания. И когда прочность грунта подтвердится, можно будет приступать к следующим работам – возведению монолитных конструкций. На укрепление почвы, по словам Артема Кучерова, заложено 40-45 дней. С учетом погоды работать планируют круглосуточно. Детско-городская поликлиника номер 5 скоро предстанет в обновленном виде. Сейчас по программе модернизации первичного звена здравоохранения продолжают ремонтировать один из ее корпусов. Завершить работу планируют к концу декабря, что уже изменилось в сюжете. Вот так смело маленький Максим посещает физиопроцедуры в дневном стационаре при пятой поликлинике. Всего таких пациентов на 22 педиатрических участка медучреждения – 19 тысяч. Это часть Октябрьского и часть Ленинского районов Барнаула. Со старшими здесь были 7 лет назад в стационаре. Да, очень изменилось. Стало лучше, удобнее, заметно. И фасады новые стали. Видно, что ремонт идет. Сейчас заканчивается капитальный ремонт третьего корпуса дневного стационара на улице Чеглецова. Там появятся физиоотделения, лаборатория и кабинеты функциональной диагностики. Но все же потребностей, которые есть у поликлиники, еще много. У нас большая разрозненность. Специалисты участковые у нас находятся на Эмиле Алексеево. На Титово у нас узкая служба. Тут у нас два дневных стационара, лаборатория. Мы хотели бы это все в одном здании объединить. На ремонт поликлиники по проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» выделили около 40 миллионов рублей. В самом корпусе заменили электропроводку, сантехнику, отопление. Починили кровлю, фасады, поменяли окна и двери. Остались лишь отделочные работы. Завершить планируют к концу декабря. Очень сжатые сроки были. Очень большой объем был произведен. Около тысячи квадратных метров выложено перегородок из кирпича. Выполнены полностью стяжки. Эти мокрые циклы отняли немного времени. Денег по контракту все хватает. На более дешевые материалы не переходим. Единственное, пересогласовываем замену некоторых материалов, которые попали под санкции. Лечить 19 тысяч ребятишек не так просто, подчеркнула главврач. Но с нагрузкой поликлиника справляется. Медперсонала хватает на 80%. Еще бы объединить все службы в одном корпусе на Чеглецова, чтобы маленькие пациенты и их родители могли проходить всех специалистов сразу. Мария Мацев, Александр Антропов. День с толком. К другим темам. В региональном медсельхозе не видят проблем с семенами для будущей весны. Сегодня об этом заявил руководитель ведомства Сергей Межин. Он на правительственном часе отчитывался о ситуации в сфере перед краевыми депутатами. Один из вопросов к нему касался Отечественного семенного фонда. А именно, как в период посевной алтайские аграрии смогут обойтись без импорта. Что касается подсолнечника, рапса, кукурузы, то на сегодняшний день даже в Алтайском крае, даже если мы говорим по подсолнечнику, то одно предприятие, только одно из предприятий, Сибагроцентр, Рудцовский район, они произвели сегодня подсолнечника, грибридов и семян элиты на 45% площади подсолнечника, которая у нас есть в Алтайском крае. Министр добавил, что судя по анализу завезенных семян от традиционных поставщиков кукурузы, рапса и подсолнечника, на алтайский край приходится 10% потребностей в импортных семенах. Но в России их тоже производят, например, в Краснодаре. В ведомстве не исключают, что снижение посевов по обозначенным культурам возможно, но если семян импортной селекции не будет вовсе, отечественные ученые смогут закрыть потребности нашего края. Выведут в России семена и для производителей сахарной свеклы. Алтайский край может стать первым регионом в стране, который будет отправлять в Китай жимых. Это продукт, который образуется после отжима рапса. Такие планы озвучили владельцы маслозавода «Валейске». Руководители предприятия пояснили, что раньше жмых из России, как правило, экспортировали в Европу. Однако сейчас геополитическая ситуация поменялась. Более того, в приграничных регионах Поднебесной наш жмых очень ждут. Маслозавод «Валейске», заявил его владелец Василий Стрельчук, уже получил международный сертификат. Все необходимые документы передали китайской стороне. Добавим первую партию жмыха отправить в Китай. Предприятие планируют в конце декабря. Спор с признаками вымогательства может перерасти в коррупционный скандал в «Валейске». Почему не реагирует местная полиция и городские чиновники, разбиралась наша съемочная группа. Сырье у нас взвешивается машина на весах, поступает на элеватор, приемка у нас происходит там. По местным меркам элеватор небольшой. Агропрудагентство три года работает на экспорт, проверяет, чистит и фасует семена льна. Необходимость развития такого экспорта в 2019 году подчеркнул губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Но так вышло, что именно с 2019 года экспорту с этого элеватора активно вредят. История развивается не без участия местных чиновников и силовиков. Баба, 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 я тебе хребет сломаю, ты помнишь меня? Сначала нам раскапывали ямы. А кто вас нанял? Армен. Армен? Ага. Топчете вы его землю, он ему нравится. Ага. Но вообще-то вот это он вырвал на нашей территории. Ну это я не знаю. Потом нам плиты накладывали, остатки от плит остались. То есть нам блокировали всяческие работу. Почему же некий Армен мог решить, что дорога с весовой до элеватора – это его земля? Ответ на этой карте. Зеленым обозначены участки, которые арендуют агропрудагентство. Вот весовая, а это элеватор с железнодорожной веткой. Собственником участков желтого цвета долгое время была администрация города Олейска. Она-то и продала эти полоски за очень скромную сумму. Продали и этот участок земли прямо под железнодорожными рельсами. Кстати, незаконно. Арендаторы от агропрудагентства уверены, вести хозяйство на этих узких полосках земли невозможно. А значит, куплены они для того, чтобы блокировать работу элеватора с целью вымогательства. В пользу такой версии говорит и вот эта аудиозапись. На ней, если верить результатам экспертизы, предположительно голос местного предпринимателя Евгения Никифорова, партнера того самого Армена, который в начале сюжета предлагал сломать хребет сотрудникам элеватора. Ну, заплатите, давайте разобьем, допустим, 15 миллионов на 4 части. Если ты заплачешь, ты будешь спокойно работать. Вопрос будет решен. Если ты не заплачешь, ты не будешь работать. Вот и все. Пожалеешь, что не об этом деньги. Я не серьезно. Есть на этой записи угрозы обрезки линий электропередачи, разбрасывания шипов и других способов помешать работе элеватора. Почти все они были реализованы. Мы попробовали связаться с предполагаемыми обладателями голосов с этой записи. Сам Евгений Никифоров от любых комментариев категорически отказался. А вот Дмитрий Никишин, помощник Никифорова, который мог случайно попасть вот на это видео, согласился рассказать свою версию, но только без камеры. И как следует из рассказов бывшего высокопоставленного полицейского города Алейска, ни о каком вымогательстве речи не идет. А представители агропродагентства занимаются банальным сутяжничеством. Каких-либо денежных средств ПЗК. ПЗК я никогда не требовал и не собирались требовать представителей ПЗК. Вот они просто уже замучили, что полицию, что органы прокуратуры. Арендаторы элеватора действительно регулярно обращаются в органы полиции, суды и прокуратуру. Обращаются и в администрацию города Алейска, которая до сих пор не исполнила решение суда о признании ничтожной сделки продажи земли под железнодорожными путями. Результат пока незаметен. И тут возникает вопрос, а стоит ли борцам с коррупцией и управлению собственной безопасности обратить внимание на эту ситуацию? Елена Кузовкина, Вадим Алексеев, Вадим Быстревский. День с толком. Ветеранам труда теперь не нужно обивать пороги МФЦ, чтобы оформить ежемесячную выплату. Ее с сентября этого года начисляют автоматически без заявления. Подробнее о том, как изменилась система соцподдержки для федеральных и краевых ветеранов труда, расскажет Валентина Аскерова. Я работаю в общем отделе с документацией, с документами, с письмами граждан, с обращениями граждан. Лариса Бурлакова получает удостоверение ветеран труда Алтайского края за свой 30-летний труд в бюджетной сфере. Помимо почетной корочки, у женщины теперь хорошая прибавка к пенсии. Буду я получать на карту ежемесячную выплату 700 рублей. Конечно, бонус приятный. До сентября этого года ветеран труда получал удостоверение в МПЦ, затем вновь приходил сюда, писал заявление на выплату, предоставлял необходимый пакет документов. Бумажную волокиту в Минсудзащиты упразднили. Сейчас у нас ежемесячная денежная выплата, то есть так называемая привычная ЕДВ, у нас предоставляется ветеранам труда и ветеранам труда Алтайского края с момента получения ими данного почетного звания. Никуда эти граждане уже не обращаются, получили звание в соответствии с указом губернатора, им назначена ежемесячная денежная выплата. Беззаявительный характер сейчас носят такие меры социальной поддержки, как выплата на школьные нужды, выплата детям войны, а с недавнего времени присоединилась и ежемесячная выплата федеральным и краевым ветеранам труда. Сегодня почетное звание ветеран труда носит около 300 тысяч жителей Алтайского края. На ежемесячную выплату для них регион выделяет порядка 1 миллиарда рублей. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Спустя 80 лет семья из Заринска встретила своего героя, который считался пропавшим без вести во время Великой Отечественной войны. Останки красноармейца обнаружили поисковики в Ленинградской области. И теперь поклониться праху своего родственника смогли 4 поколения семьи. Вот, Макар Степанович. Но это, оказывается, никто. То есть отборка очень большая идет. Пофамильно. Год не подходит. Долгие годы о Макаре Степановиче были известны только дата рождения и день, когда он пропал без вести. Недавно в Ленинградской области поисковики нашли останки солдата и медальон. Записка в нем, на удивление, хорошо сохранилась. Информация об этом появилась в группе ватсапов, в которой состоят многие поисковики России. Я в группе состою и начал заниматься такой работой, что вот где-то родственников, где-то кого-то найдут. Если касается нашего края, у меня интерес. А если нашего района, это вообще. Я рассылку сделал, и жене так между делом говорю, вот нашли. Она посмотрела, ее заинтересовала фамилия, посмотрела имя, имя, отчество. Это, говорит, мой дед. Однако, как доставить прах героя на родину? Транспортировка – сложный процесс, который к тому же требует оплаты. В поисках помощи родственники обратились к депутату по избирательному округу Александру Прокопьеву. Представляете, Александр Сергеевич, вот он с войны написал письмо, обвел свою руку и написал. Старший сын был Вася. Смотри, он написал, вот сынок, моя ручка, на которой я играла на гармошке. На этих фото лица жены и детей. А вот самого Макара Степановича нет ни на одном снимке. И нет ни одного человека, который бы помнил, как он выглядел. Но теперь, благодаря поисковикам, о нем известно больше. Это захоронение было обнаружено в Ленинградской области, в частном огороде, на глубине всего двух штыков лопаты. И на одном из красноармейцев сохранился медальон с данными. Таким образом удалось установить личность. И вот через 80 лет мы возвращаем его на малую родину. И это говорит о том, что никто не забыт. Одновременно встречать и провожать в последний путь Макара Степановича на родной земле собрались 4 поколения семьи. Сегодня в руках у них тот самый медальон, карандаш и монеты, которые были при солдате. Территория поселка городского типа Отрадная, где были подняты останки, она была линией фронта на протяжении практически всей обороны Ленинграда. Но именно в августе и начале сентября 1942 года там были наиболее кровопролитные бои, потому как именно в этом месте немецко-фашистские войска планировали прорвать оборону и пойти на штурм города. Так в 1942-м бойцы, среди которых были наши земляки, разрушили планы врага, заплатив за победу жизнями. Этот день, он и радостный, и грустный. Радостный о том, что моя бабушка дождалась своего отца. 80 лет она молилась, чтобы он вернулся домой, на родину. Грустный, конечно, потому что действительно он вернулся не так, как бы хотелось ей. Но история на этом не заканчивается. У нас в крае есть специалисты, способные делать реконструкцию лиц по сохранившимся останкам. И, возможно, семья рядового Сидорова скоро узнает, как он выглядел и кто из правнуков похож на него. На археолога пойду. Буду искать, раскопки делать. Может, это интересно, людям тоже помогать допустим. Макара Степановича захоронили рядом с женой на Михайловском кладбище Бурнаула. Он вернулся к ней, как и обещал. Елена Кузовкина, Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов. День с толком. И в завершении выпуска важная спортивная новость. Уже завтра, 25 ноября, в Барнауле стартует чемпионат России по баскетболу среди мужских команд Суперлиги. Первая игра с Владивостоком начнется в 7 вечера в спортивном комплексе «Победа». По ее итогам состоится пресс-конференция с участием игроков и главных тренеров команд. В понедельник пройдет второй матч с Иркутском. Отметим, что чемпионат набирает обороты. Команды постепенно выходят на свой пик. Поэтому каждый матч будет интригующим, ярким, с обилием запоминающихся моментов. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...